Ну а мы уже с нетерпением просто ждем прямого включения с Керчью. Там нас ожидает корреспондент телерадиокомпании «Крым» в Керчи Дарья Зимина. Она с нами на связи. Дарья, здравствуйте! Да, Дарья, расскажите, пожалуйста, о том, как проходит подготовка... Доброе утро, коллеги! Погода в Керчи становится все теплее и солнечнее с каждым днем. И, конечно, хочется больше времени проводить на улице, наслаждаясь цветущей природой. Крымчане с нетерпением ждут того момента, когда коронавирус отступит и, наконец, можно будет гулять без ограничений. А для кого-то весна – это время подвести итоги обучения и подумать о планах на будущее. Сегодня у нас в гостях Вадим Адаменко, абитуриент и активист. Вадим, доброе утро! Я рада тебя видеть сегодня здесь. Расскажи, пожалуйста, я знаю, что ты сейчас готовишься к выпускным экзаменам в школе в формате дистанционного обучения. Какие плюсы и минусы ты для себя выявил в процессе? Ну, плюсы, безусловно, то, что учителя пытаются нам дать максимальный объем знаний. И помимо обычной школьной программы, они нам скидывают дополнительные материалы, таблицы, презентации, что помогает систематизировать знания непосредственно урока и направить их на подготовку к ЕГЭ. Минусы, конечно, это то, что не хватает живого общения, не хватает эмоций с учителями, не хватает эмоций от одноклассников. И, ну, просто, мне кажется, это не заметит никакой не мессенджер, не социальная сеть. Расскажи, может быть, у тебя есть какая-то своя личная методика подготовки к ЕГЭ? Ну, как таковой личной методики нету. Основным источником знаний является школа, которая помогает нам, учителя держат с нами обратную связь. У нас возникают какие-то вопросы, мы можем задать их напрямую, написать, вплоть до того, чтобы позвонить, и нам придет обратная связь. И, ну, также, наверное, дистанционные все платформы, вебинары, какие-то площадки, где есть демонстрационные варианты ЕГЭ, это все мы используем для подготовки к единым госэкзаменам. Вадим, я знаю, что ты собираешься поступать в театральный вуз. Расскажи, пожалуйста, почему такое решение ты примешь? Ну, наверное, потому что с самого детства у меня уже были задатки начинающего режиссера, к нам приходили гости, и они становились все невольно участниками представления. Хотели, не хотели, но становились. Потом меня родители отдали в театральную студию, и там я встретил своего режиссера, который стал для меня примером, таким идеалом, что можно достичь в искусстве, и я решил стать режиссером. Это было уже мое такое конкретное окончательное мнение. На что ты сейчас делаешь упор в подготовке к вступительным экзаменам? Ну, все творческие театральные вузы, они основываются на одной программе. То есть, чтобы поступить, нужно сдать стихотворение, получается, басню, прозаический отрывок, также там песни, пластика, и там будет тур импровизации. В этом туре, получается, проверяют твои способности на умение жить и существовать в реальных обстоятельствах. То есть, я сдаю задание какое-то, и ты непосредственно его выполняешь, как в режиме онлайн, без подготовки. Хорошо. А вот что по поводу басни? Ты можешь нам продемонстрировать, как вообще это действует? Вот разграничение ролей, я так понимаю, образов. Небольшой кусочек зачитать. То есть, в басне главное уметь разграничить образы и показать то, что ты умеешь быть смешным и нескованным. То есть, полностью свободным и открытым как к публике, так и для приемной комиссии. Замечательный отрывок. Я думаю, что комиссия обязательно будет поражена твоим выступлением. А все-таки, если еще говорить об импровизации, вот готов ты к ней? Может быть, ты сейчас тоже как-то репетируешь, стараешься вот такие ситуации проигрывать? Ну, считается, что самая лучшая импровизация является подготовленной импровизацией. Ну, с другой стороны, мы же не можем точно знать, какое задание нам дадут на экзаменах. Ну, именно в театральной студии, куда я хожу, нас готовят к этому. Постоянно дают какие-то тренинги, мастер-классы, где мы уже и морально, и физически готовимся к этим испытаниям. Замечательно. А если вот, Вадим, говорить, может быть, о каких-то планах на будущее? Вот кем ты себя видишь лет так через пять, через десять уже? Ну, через пять лет я закончу только обучение, как я планирую. А потом я, наверное, хочу стать режиссером массовых каких-то зрелищ, театрализованных представлений, шоу. Вот. Замечательно. Твои родители поддерживают твой такой творческий выпуск? Всегда. Мои родители, вся моя семья меня поддерживают, наверное, с самого детства. Толкают, помогают во всем, что только могут. Вот. Хорошо. Вадим, спасибо тебе большое за то, что ты сегодня был с нами в этом прекрасном месте, в кафе «Галеон». Отсюда мы можем видеть прекрасный вид на Крымский мост и на Керченский пролив. Настроение из-за этого только самое лучшее. Я желаю тебе удачи, успехов и достижения твоих целей. Коллеги, я напоминаю, сегодня у нас в гостях был Вадим Адаменко. Он абитуриент, активист. И на этом я заканчиваю и передаю слово вам. Желаю вам доброго здоровья. Спасибо большое, Даша. Напомню, на связи с нами был корреспондент телерадиокомпании «Крым» Дарья Зимина.